С начала года в регионе выявлено 20 коррупционных преступлений. Их большую часть составляет взяточничество и хищение. Об этом сегодня на брифинге рассказал первый заместитель руководителя регионального департамента агентства по противодействию коррупции Нурдуулет Самет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество коррупционных преступлений значительно сократилось. Если в прошлом году было зарегистрировано 108 таких фактов, то за первые 6 месяцев текущего года выявлено 30. Между тем, случаев получения взяток меньше не становится. Они составляют 66% от всех преступлений. Среди зарегистрированных коррупционных преступлений основную массу составляют факты взяточничества 75% и хищения 25%. Всего в производстве находилось 50 коррупционных уголовных дел, из которых 28 направлены в суд. По оконченным делам сумма установленного ущерба составила 110,8 миллиона тенге, возмещено 109 миллионов тенге или 99%. За совершение коррупционных преступлений привлечено к ответственности 30 человек. 5 должностных лиц лишены свободы, 25 оштрафованы. В числе обвиняемых за коррупцию бывшие руководители областного управления здравоохранения, экс-сотрудники департамента и управления полицией городского отдела ЖКХ. Так, приговором суда о куплете штрафа осуждены заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ пассажирных транспорта и автомобильных дорог по городу Уральск Бесингалиев, специалист того же ГУКадр, которые получили взятку от предпринимателей за ускоренную выдачу разрешений на проведение земляных работ на территории города Уральск на общую сумму 125 тысяч тенге. За коррупцию подчиненных руководителя отдела ЖКХ города Уральск объявлено замечание. Буквально в июле, к четырех с половиной годам лишения свободы, осуждены бывшие руководители управления здравоохранения области Каюб, которые при пособничестве гражданин Туралиева и Севепова в октябре 2020 года получил от директора одного из ТО денежные средства в размере 7 миллионов 800 тысяч тенге. Практика показывает, что зачастую при столкновении с фактами взяточничества не все спешат обратиться в антикоррупционную службу. Иногда люди сами прибегают к помощи нечистоплотных чиновников. Нурдавлет Самед призвал жителей области не оставаться в стороне и проявлять активность в борьбе по искренению коррупции.